Здравствуйте, уважаемые подписчики! Со второй попытки мы снимаем это видео с Авророй о прикусе русской псовой борзой о зубах, о смене зубов. Я посмотрела основные вопросы, которые я задавала впервые при покупке щенка. Я спросила тогда у заводчицы, что хотела бы взять собачку с выставочными перспективами, но для меня это не принципиально, поскольку в принципе хочу все-таки вот такого экзотического друга. В помете, в том, где был догон, были щенки разных окрасов, но сказали мне, что более выигрышными являются белые собаки, поскольку нет темных пятен, это не бьет форму собаки и проще увидеть ее целиком. Ну и как бы недолго думая, конечно, по-разному там мы выбирали, но выбрала я все-таки догончика. Догончика. Потом Аврорушку. Ну а заводчица меня сразу предупредила, что окончательно о судьбе щенка можно выставочным, не выставочным, говорить только после смены зубов. Ну и, соответственно, щенок сильно меняется, изменяется во время роста, и когда вы берете кутенка, можно лишь предположить, что с него вырастет. Грубо говоря, это чистая вода и лотерея. Окей. Посмотрим, что у нас сейчас во рту у Авроры. Во рту. Зубы у нее начали меняться в 3,5 месяца, вначале у нее резцы. Начали у нас выпадать резцы вот здесь спереди. Вот жопки у нас, молодец. Зубы нужно уметь показывать, потому что это очень важно для выставок. Сейчас Авроре 5 месяцев, не так давно исполнилось. Можете видеть, что клычки еще стоят на месте молочные. Один из молочных клыков выпал, вот здесь вот нижний, и лезет на ее месте уже нормальный такой клык. Он прям как разкредственно отличается от молочного. А молочный как бы у нас маленько вокруг него припухло тут. И зубчик красненький, это значит, что скоро будет меняться. Ну то есть десна красненькая. Покажи красную десну. Вот она прям вокруг десны выдрыкается. А молочные зубы вот там в пасти. Аврор, дай пасть. Видите, как вот у нас вот тут вот кое-какие зубы выпали? Аврора. Вот выпали, и там на их месте ничего нет. Никаких там больше нет вещей. Я сейчас знаете, как сделаю? Да, мне, наверное, большой-пребольшой мячик. Ну тут визуально видно, что на десне зубов просто нет. Вот прям такое вот место беззубное. Это значит, что зубежки начали лезть, но еще не прилезли. Не прилезли. А с той стороны вот там хорошо видно, что уже большие коренные растут. Не так давно там было пусто. Вот. Что важно говорить о прикусе борзых? Что у них иногда не выходят вот эти маленькие зубчики, которые сразу за клыками идут. Аврора. За клыками сразу идут, и там прямолярчики называются они. Такие вот малепусечные зубчики, такие крохотные, как горошинки. Вот эти вот два таких. Вот их видно. За клычком начинающим расти сразу два зубчика. Вот. Если зубчик такой не вышел, то это недостаток. У борзых часто бывает, что не полнозубый прикус. Так же считается в системе охотничьей РОРС, что прикус должен быть ножницы. А в РКФ можно прямой прикус и ножницеобразный прикус. 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 Асьня, прикус. Какой прикус. Вот. Прикус. Вот. Все, что мы могли, мы про прикус рассказали. О, так. Вот так, вот так. Вот так. Ой, еленек. Прикус. Скажи. А я кусь. А потом прикус. Так что в период смены зубов собачки очень много, что грызут? Все грызут. Все, что не попадет, грызут. А вот и дамать им нужно побольше всякого кальция, кальций-таблетки, кальций-содержащие вещи типа творог. Нельзя. Молоко. Нельзя. Нет. Вот. Чтобы у нас вырос красивый, зубастый русский борзой. Зубастый борзой, зубастый. Ай, такой зубастый вообще. Вот. Ну и также, смотрите, у Дагона была такая ситуация с клыками. Что они сразу верхние клыки росли. Нижние выпали нормально, а верхние росли одновременно с наличием верхних клыков. То есть маленькие были клычки. Вот эти вот маленькие клычки были молочные. И сразу за ними были такие настоящие клыки уже. Нельзя. Вот. Играется она, видишь ли, со мной. Так что иногда, ну вот, их нужно выдирать будет хирургическим путем. Стоит эта процедура за зуб то ли 500, то ли 600 рублей. Но я, поскольку некоторое время паниковала, подождала, зубы сами выпали, в общем-то. То есть 3-4 дня паники, и они отвалились сами. Ну, в случае, если до 7 месяцев у с борзой вот эти вот клычки одновременно два клычка торчат, значит, нужно обращаться к врачу. И вообще, как они растут в клыке? Они вытесняют именно клыки, молочные клыки со своего места. То есть они на них наезжают и потихоньку ставят на место. Это вроде доигралось тут у нас со мной. Ну, и чтобы ваша собачка умела показывать зубки, ее нужно хвалить за показания зубков. Учить команду зубы. Жбы! При этом нужно рот закрывать и говорить, жбы! Молодец! Молодец! Балалайку! А, нет, это плохо уже. Нет. Как это нет? Говорит, 5 минут назад было хорошо, а теперь уже нельзя. Вот такая история с борзячими зубами. Так что, если у вас щенок от 3 до 6 месяцев, не пугайтесь. Смена зубов это абсолютно нормально. По всему дому будете находить маленькие зубишки. Маленькие зубишки. Вот такие вот маленькие смешные зубишки. Ну, я, конечно, первое время прикалывалась и коллекционировала их. Теперь я думаю, что это уже не так интересно и актуально. Но все равно смешно помнить в том, что когда-то эти зубки были такие крохотные. Потом становятся настоящими борзячими клыками. Ну, пока по смене зубов все, что знаю, рассказала. Да, помните о том, что играть сильно в перетягивании каната с борзюками не надо. Также, если у собачки плотный прикус, давать ей какие-то кости на разгрызание. Это очень рискованно, потому что борзых челюсти растут до 2 лет. Так что прикус это такая ситуация, как бы за которой нужно следить. И она является определяющей. Да, если прикус у собаки неправильный, ее могут не пустить в разведение. Что-то может быть, это недокус. Это когда передняя челюсть сильно высовывается над задний перекус. Когда...